Герберштейн чувствовал неловкость своего положения. Государь его заключил с государем московским союз против польского короля, клялся действовать заодно против общего недруга, а теперь вместо военной помощи предлагает только свое посредничество к миру. Чтобы оправдать как-нибудь Максимилиана, Герберштейн объявил боярам, будто прежний посол императорский Сницын памер, переступил наказ, поспешивший заключить союз между императором и великим князем на короля, что так поступать неприлично христианским правителям, которые должны прежде начала войны испытать все мирные пути к соглашению, что Максимилиан поплялся выполнять статьи договора только из братской любви к великому князю, прежде засвидетельствовав, однако, что не хочет приступать обычая христианского, тем более, что он занимает первое место между государями христианскими. Но если король польский не согласится на мир, то император готов начать с ним войну заодно с великим князем. «Если угодно будет вашему наияснейшему царю», — заключил Герберштейн, — «то я назначу польскому королю срок, когда он должен прислать своих послов. Если не пришлет, то мне здесь нечего больше делать, ибо это будет знаком, что миру не быть». Бояре отвечали, что Сницын помер, уговорился, и все дело сделал так, как обыкновенно послы между государями дело делают, по приказу государей своих. Заключенный таким образом договор великий князь исполнял и хочет всегда исполнять. Если до сих пор Максимилиан на Сигизмунда короля войною еще не поднялся, а подвинул его миром на доброе согласие, то это великом князе не произвело никакого сомнения. Если Максимилиан хочет быть на всех недругах заодно с великим князем, то он делает хорошо, что свою клятву и договор помнит. Великий князь своей стороны для просьбы императорской с Сигизмундом королем мира хочет, как будет пригоже. Если Сигизмунд помирится, то пусть Максимилиан будет на всех прочих недругах с великим князем заодно. Если же не помирится, то пусть по договору объявит и королю войну. После этого объяснения Герберштейн отправил королю опасные грамоты на его послов. Послы явились в сентябре 1517 года. Маршалки Ян-Щит и Богуш. Но промедлившие три года после Оршинского дела Сигизмунд вздумал начать наступательные неприятельские действия против Москвы в то самое время, когда отправил туда послов за миром. Остановившись в Полоцке, король отправил гетмана князя Константина Острожского с большим войском к псковскому пригороду Апочки. Но сильный приступ был отбит наместником великокняжеским Василием Михайловичем Салтыковым-Морозовым с большим уроном для осаждающих. Несмотря на это, Острожский все держался под Апочкою от 6 октября до 18-го, разославший отряды под другие пригородки псковские – Вороночь, Велье, Красный. Но московские войска с разных сторон спешили к Апочке и в трех местах одержали верх над неприятелем. А воевода Иван Ляцкий поразил наголову литовский отряд, отшедший к Острожскому, отнял у него пушки и пищали. Гетман принужден был снять осаду Апочки и выйти из московских владений. Когда в одно время узнали в Москве и о приближении послов королевских и о вторжении Острожского, то великий князь не велел послам въезжать в Москву, но ждать в Дорогомилове, послав сказать Герберштейну. Сигизмунд-король к нам послов своих отправил. Но, как прежде, умышляя неправые дела, так и теперь умыслил неправое же дело. К нам отправил своих послов, а воеводу своего большого Константина Острожского послал на наши Украины. Воеводы наши против неприятельских людей пошли и хотят с ними дело делать. И пока воеводы наши с неприятелем не переведаются, до тех пор Сигизмундовым послам у нас быть не пригоже. Но так как мы дали опасную грамоту на послов, то велим честь им оказывать и корм давать. Без чести им никакого не будет. Герберштейн был сильно недоволен этим решением. Долго хлопотал, что послы были допущены немедленно к переговорам. Наконец, 18 октября объявил письменно, что доля конца этого месяца ждать не станет, выйдет из Москвы. Ему отвечали прежние, что пока воеводы великокняжеские не переведаются с королевскими, до тех пор литовским послам у государя быть не пригоже. Но в тот самый день, когда Герберштейн послал последнюю записку 18 октября, Острожский ушел от опочки и великий князь, получивший об этом известие 25 числа, послал сказать Герберштейну. Наши воеводы с литовскими людьми переведались, как то милосердному богу было угодно. Праведный владыка и нелицемерный судья судил праведно, и мы литовским послам назначали у себя быть 29 октября. А ты хочешь или не хочешь быть у нас с ними вместе, это в твоей воле. 29 октября послы были приняты великим князем. Герберштейн объявил, что хочет усердно быть у дела. И 1 ноября переговоры начались. Мы видели, что уже Иоанн III объявил Киев и все русские города своею отчины. Теперь бояре сына его начинают переговоры требованием от Сигизмунда прародительской отчины их государя Киева, Полоцка, Витебска и других городов, которые король держит за собою неправдой. С этих пор это требование сделалось обычным. Сделалось необходимую форму при всех переговорах с Литвою. Форма эта имеет важное историческое значение. Она показывает характер борьбы между двумя государями, из которых один назывался великим князем литовским и русским, а другой великим князем всея Руси. Чем бы ни кончились переговоры, на каких бы условиях на этот раз не заключены были мир или перемирие, в Москве считали необходимым всякий раз наперед предъявить права великого князя или царя, потомка святого Владимира, на все русские земли, принадлежавшие последнему, опасаясь умолчанием об этих правах, дать повод думать, что московский государь позабыл о них, отказывается от них. В этом обычае, введенном государями московскими, ясно виден также характер последних. Раз назначивший себе какую-нибудь цель, никогда не упускать ее из виду, постоянно напоминать о ней себе и другим. Видна необыкновенная верность предания отцовскому и дедовскому, верность, которая преимущественно помогла московскому государству достигнуть своей цели – сделаться Всероссийской империей. Что раз усвоил себе отец, оттого сын не отказывался. При Иоанне литовские послы вели переговоры в Москве, и Герберштейн напрасно старается склонить Василия к тому, чтобы он отправил своих послов на границы. Кроме означенных городов, московские бояре требовали наказание по нам, поступившим непочтительно с великую княгинью Еленою, уступки всех городов и властей, которыми владела Елена в Литве, уступки ее движимого имущества – казны. Литовские послы своей стороны потребовали сначала половины Новгорода Великого, Твери, Вязьмы, Дорогобужа, Путивля и всей северной страны. После этих объявлений Герберштейн был позван один во дворец, и бояре сказали ему. Сницын-памер заключил договор, что императору и великому князю быть заодно на короля Сигизмунда и великому князю доставать свои отчины русских городов – Иева, Полоцкая, Витебска и других, а императору – доставать прусских городов. Так ты размысли, хорошо ли это королевские послы говорят, будто великий князь держит за собою королевские города, а король будто за собой государевой отчины не держит. Герберштейн мог отделаться от этого трудного для него вопроса только тем средством, который он заранее поспешил выставить. Он опять объявил боярам, что Сницын-памер переступил наказ императорский. Ему было приказано только говорить о союзе, а не заключать его, но что если уже союз заключен, то император будет исполнять его условия. О своем посредничестве Герберштейн сказал «Делал бы я, да не умею, среднего пути не знаю. Вы говорите высоко, и королевские послы также высоко говорят, а среднего пути не знаю. Если бы я знал, что между государями дело сделается, то я бы здесь еще пожил, а не будет между государями доброго дела, то государь отпустил бы меня прочь к моему государю». Литовские послы дали знать Герберштейну, что они говорили высоко, приноравливаясь к требованиям боярским. Если бояре отстанут от своих требований, то и они ограничатся настоящими условиями, на которых им велено заключить мир. Когда вследствие этого объявления начались опять переговоры, то литовские послы сказали, что король их полагается во всем на императора. Тогда Герберштейн должен был принять роль посредника и начал ходить между боярами и послами, сообщая взаимные требования их. Послы объявили, что король хочет мира на тех условиях, на каких был заключен мир между Иоанном III и королем Александром. Бояре отвечали, что после этого было уже новое перемирие между Иоанном и Александром и мир между Василием и Сигизмундом на новых условиях. Они исчислили все неправды литовского правительства. Когда Ахмат приходил к Угре, то проводниками у него были королевские люди – Савва Карпов и другие. Александр навел на Москву хана Ших Ахмата, в проводниках у которого был дворянин литовский Халецкий. Сигизмунд навел Магмед Гирея, у которого проводником был королевский дворянин Якуб Ивашенцев. После мира Сигизмунд опять навел крымцев, обещавшись давать им ежегодную подать по 30 тысяч золотых. Подробно изложили дело об Елене, как знали о нем в Москве. После отсылки Елены в Берштаны, Паны, Воеводы Виленский, Николай Радзивилл, Григорий Остиков, Клочко, Тиун Виленский, Бутрим и Казначей Земский Аврам умыслили над королевою такое дело, каких в христианских государствах не бывает. Послали к ней королевского человека, Волынца Гитовта, потом вызывали его к себе в Вильну, дали ему зелье и отпустили опять королеве, написавшей ее слугам Дмитрию Феодорову и ключнику Дмитрию Иванову, чтобы верили во всем Гитовту, и дело панское делали бы так, как он их научит. И вот эти трое злодеев, Гитовт, Дмитрий Феодоров и Дмитрий Иванов, приготовившие лихое зелье, дали королеве испить в меду, и в тот же день ее не стало. С вестью об этом поскакал Вильну к панам Дмитрий Иванов и получил в награду имение. После долгих переговоров дело остановилось на Смоленске. Послы требовали его возвращения, бояре никак на это не соглашались. Герберштейн принял сторону послов и в длинной, витиеватой записке убеждал великого князя уступить королю Смоленск. Опять толковал о великодушии Ира, отославшего римлянам их пленных, и Максимилиана, возвратившего венецианцам Верону. Но при этом оказались и следствия продолжительного пребывания Герберштейнова в Москве, где он изучал не только современное состояние государства, но и его историю, что видно из знаменитых его комментариев. К пиру и Максимилиану Герберштейн прибавил Иоанна Третьего, который завоевавший Казань отдал ее туземным ханам. «Если уступишь Смоленск королю», – писал Герберштейн Василию, – «то превзойдешь щедростью и честью родителя своего, который татарам неверным царство Казанское отдал, ибо щедрость окажешь не неверным, а христианам, не королю, не другу твоему, но всему христианству. Всякий человек будет тебя провозглашать прибавителем делу христианскому, и щедрость твоя обнаружит ту любовь, которую питаешь к цесарскому величеству». Василий велел отвечать ему. «Говорил ты, что брат наш Максимилиан Верону город венецианцам отдал? Брат наш сам знает, каким обычаем он венецианцам Верону отдал, а мы того в обычае не имеем и вперед иметь не хотим, чтобы нам свои отчины отдавать». Переговоры прекратились. Послы литовские и Герберштейн уехали. Последний обещал уговорить Сигизмунда к перемирию на год, на два или на три, в продолжении которых император опять через своих послов будет стараться о вечном мире между Москвою и Литвою. На отпуске Герберштейн от имени Максимилианова ходатайствовал об освобождении князя Михаила Глинского, которого император воспитал при своем дворе и который служил верную службу родственнику его Альберту, Курфюрсту Саксонскому. Герберштейн представлял, что если Глинский виноват, то уже довольно наказан заключением, и что если великий князь согласится отпустить его к императору на службу, то Максимилиан свяжет его тяжелую клятву, не замышлять ничего против Москвы. Великий князь велел отвечать. Глинский по своим делам заслуживал великого наказания, и мы велели уже его казнить. Но он, вспомнивши, что отец и мать его были греческого закона, а он, учась в Италии, по молодости отстал от греческого закона и пристал к римскому, бил челом митрополиту, чтобы ему опять быть в греческом законе. Митрополит взял его у нас от казни и допытывается, не поневоле ли он приступает к нашей вере, уговаривает его, чтоб подумал хорошенько. Ни в чем другом мы брату нашему не отказали бы, но Глинского нам к нему отпустить нельзя. Герберштейн сказал на это. Государь мой потому приказывал у Глинского, что ему у великого князя служить нельзя, и у короля нельзя же. Так государь мой просил его за тем, чтоб отослать ко внуку своему Карлу. Но если государской воли на то нет, то государь освободил бы его теперь, чтоб я видел его свободным. Ответа не последовало. Вместе с Герберштейном великий князь отправил к императору посла своего, дьяка Племянникова, который привез с собой новых послов Максимилиановых, Франциско да Колло и Антония де Конти. И Франциск да Колло, подобное Герберштейну, витиеватую речью старался склонить великого князя к миру, преимущественно выставляя ему на вид опасность со стороны турок для всей Европы, и особенно для России, по соседству ее с татарами, имеющими одинакую веру и одинакие обычаи с турками. Но когда приступили к делу, то встретили те же самые затруднения. Опять императорский посол настаивал на том, что великий князь уступил королю Смоленск. Опять бояре объявили, что Василий никогда этого не сделает. Не успевшие относительно вечного мира послы объявили, что так как император со всеми королями и князьями установили между собой перемирие на пять лет для общего дела против христианского врага турок, то не угодно ли будет и великому князю заключить с польским королем перемирие на пять лет. Великий князь соглашался на это перемирие с тем, чтобы каждый остался при том, чем владел до сих пор, и чтобы пленным была свобода на обе стороны. Но король никак не согласился на последние условия, имея в руках своих многознатных пленных, взятых на Оршинском бою. Таким образом, и вторые императорские послы уехали из Москвы, ничего не сделав. Великий князь отправил к Максимилиану посла Дьяка Борисова с предложением прекратить военные действия от Рождества Христова 1518 до Рождества 1519 года, чтобы тем временем продолжать переговоры. Но смерть Максимилиана прервала сношение. И при Василии союзный договор с австрийским домом остался также бесполезен, как и при Иоанне III.